Смотрите, что такое Байкал. Сначала приведу две абстрактные цифры. Сегодня человечество потребляет порядка 2-2,5 миллиардов тонн нефтепродуктов. То есть это все нефтедобывающие страны добывают и мы их в двигателях и так далее. И человечество потребляет сегодня порядка 10 миллиардов, там даже сегодня чуть больше, чистой питьевой воды. Причем питьевая вода это сегодня по оценкам ООН наиболее ценный ресурс, потому что каждый грамм нефтепродуктов, выброшенный в природу, убивает 10 тонн чистой питьевой воды. Поэтому посчитайте, сколько мы выкидываем сегодня нефтепродуктов и нефтехимии, то есть экологию загрязняем и как мы сегодня убиваем воду, которую мы пьем. И что было понятно по оценкам того же ООН, ссылки я на это все дам, эта информация абсолютно открытая. Сегодня 2-3 населения Земли пьет некачественную воду. Не говоря уже о том, что есть в ряде стран, где просто есть физическая нехватка воды. Это, к сожалению, наша реальность и с учетом потепления климата, с учетом ухудшения экологии, эта ситуация только ухудшается. И как раз по оценкам Хабитат, это Центр развития городов ООН, они говорят, что основная проблема цивилизации на ближайшие 30 лет это урбанизация. То есть, когда население городов увеличится на 3 миллиарда человек, и основная станет проблема экологии мусора, и второе это чистой воды, чистых продуктов, которые будут питаться люди, которые будут находиться на такой ограниченной территории. Так вот, я сразу могу сказать, что технология Skyway, технология Transnet, она отвечает на все эти вопросы. То есть, не будет никакой скучности, потому что мы вам покажем, города будут выглядеть совсем по-другому, и никакой урбанизации скучности не будет, а будет наоборот. Так называемая логика линейных городов, это будем об этом говорить в четверг. Я вам покажу, что будут города такие, как Санкт-Петербург, Москва, или Калининград-Владивосток будет единым городом, по которому будет двигаться модуль со скоростью 500 км в час, и где бы вы ни находились, разницы, собственно, абсолютно никакой. А все население будет жить вдоль этих городов. Это несколько, я вам сейчас сразу говорю, анонсов вперед. Теперь давайте про Байкал. Я вам скажу, что про проблему воды и проблема сегодня цивилизации, которая есть. Значит, Байкал сегодня сбрасывает примерно в Ангару где-то 65-70 миллиардов тонн воды. Значит, если мы будем брать 2-2,5 миллиарда тонн воды, то есть это порядка 3-4%, то на экологии Байкала из Байкальского округа, то на экологию Байкала это ни в коем образом не отразится, потому что перепады годовые температуры, просто острая нехватка воды, то, соответственно, вся эта вода сегодня востребована. А про уникальные качества питьевой воды можно рассказывать часами. То есть это линзы, которые стоят по 500 лет, это уникальная чистейшая вода, которая прошла столетиями очистку. И сегодня врачи и экологи говорят, что ничего подобного сегодня нет. То есть резервуар... Сергей, поставь ту обратно мою эту картину. А, это вот линия городов, то есть верни модуль мне, так сказать, это. Потому что это уже не просто модуль сейчас, про который я рассказываю, это не пассажирские перевозки, а это, собственно, контейнер с водой, который везет 10-15 тонн воды километров в час для потребителя. Но что самое ценное и что самое важное, Байкал находится в северных широтах, там полгода все-таки холодно, поэтому мы будем транспортировать не чистую воду как таковую, а замороженную воду. Потому что, кто физику помнит, лед это единственный в природе конденсатор холода. То есть никакое другое вещество не может аккумулировать и перемещать на расстояние энергию в виде отрицательной температуры, то есть в виде холода. Так вот, лед, который мы замораживаем, и если мы при заморозке льда, то есть полгода, когда холодно, при минус 20 градусах замораживаем лед, делаем хранилище, дальше грузим этот лед в такого рода контейнеры, то за 20 часов это фактически мы можем перемещать его в любую точку земного шара, куда приходит, соответственно, линия транснета. Так вот, за 20 часов он потеряет 5% своей энергии, то есть 2 градуса. Таким образом, лед, пищевой лед, байкальский лед, который заморожен без энергии, без фреона, то есть инертных газов, с точки зрения физики, я как бывший учитель могу четко сказать, что для того, чтобы заморозить тонну льда, надо затратить столько же энергии, сколько для того, чтобы расплавить тонну металла. То есть это довольно-таки большой еще и энергетический, скажем так, энергетическая составляющая. Так вот, со скоростью 20 часов мы можем доставить этот лед в любую точку планеты. Причем объем, который мы можем поставлять, примерно 100 миллионов тонн в сутки. То есть, соответственно, любая потребность любой части Земли мы можем покрыть с помощью этого льда, этой воды. Так вот, что такое пищевой лед с температурой минус 18 градусов, привезенный, допустим, в Нью-Йорк, или в Лондон, или в Москву, неважно куда. Значит, если он упакован по 20 килограммов кубитейнерами, то, соответственно, если вы его помещаете в герметичный шкаф, то сегодня обычно это холодильник, который подключен в электрическую сеть, где есть контур с фреоном, который охлаждает второй контур, и вы получаете отрицательную температуру в помещении. И таким образом храните продукты, это у вас холодильник. Значит, теперь, если вы в этот шкаф обращаете 20 килограмм льда, то, в принципе, вы в течение недели можете этот аппарат выдернуть из розетки, потому что он у вас будет держать ту же самую температуру, которую сегодня дает фреон. Но это без инертных газов, это без затрат энергии. То есть, другими словами, если мы несколько сот тонн в сутки будем привозить в Москву и раскладывать их по холодильникам, то, в принципе, вся Москва может выдернуть холодильники из розетки. Это примерно 25 мегаватт в сутки. То есть, две электростанции, которые находятся тепловые возле Москвы, которые сжигают газ, делают парниковый эффект и так далее, и так далее, мы можем, в принципе, выключить только на одних холодильниках. При этом, что происходит со льдом, который находится в такого рода ящике? Он потребляет тепло, энергию, лед при этом тает, получается холод. Ну, я специально не говорю физическим языком, как перераспределяется энергия, чтобы не забивать мозги. А, соответственно, при этом еще получается второй продукт. Это чистая питьевая вода, которую сегодня и так уже сегодня из крана... Я мало знаю людей, которые пьют воду из-под крана, все пьют. Таким образом, появляется целая отрасль, целая инфраструктура, которая первая позволяет пить чистую, байкальскую, экологически чистую, биологически активную воду, которая еще перешла из стадии заморозки. А все ученые утверждают, что вода, которая заморожена, а потом разморожена с помощью специальных кластеров, которые появляются в воде, является экологически активной и биологически активной. То есть это здоровье. Так вот, это получается еще и экономия энергии. Таким образом, из Байкала мы будем брать два продукта. Первое – это холод, то есть это энергетическая составляющая, на которой в другой части света тратят огромное количество энергии. А когда говорят, что Россия энергозатратная страна, потому что в ней холодно, так вот я могу сказать, что Соединенные Штаты тратят в 4 раза, ну там в 3,5-4 раза энергии больше на кондиционирование, чем мы на отопление. То есть у них жарко, а Саудовская Аравия вообще тратит до 70% своей энергии на то, чтобы получить холод, а не согреться, у них там холодно. У них машинные помещения, все кондиционируется. Так вот, если мы им привезем наш байкальский, сибирский лед, который является аккумулятором холода, таким образом мы решим несколько проблем. Первое – это проблема сжигания углеводородов, то есть тепловой эффект, который надо добыть нефть, потом сжечь, получить электроэнергию, запихать ее в кондиционер или холодильник и получить холод. Мы это решаем одним, привезя туда холод, лед при температуре минус 20 градусов. Соответственно, вторая проблема – получаем чистую, экологически активную воду. И третье – мы, ну, чтобы еще одну такую цифру, я могу сказать, что если за сутки мы весь лед приведем в Саудовскую Аравию и сложим ее в одной куче, то он будет таять там 10 лет. И, соответственно, климат в радиусе там нескольких километров очень резко поменяется. То есть такие варианты тоже возможны быть. А дальше я приведу такую одну цифру, что сегодня тонна 98-го бензина стоит порядка 5-6 тысяч евро, а тонна пищевого льда стоит больше 10 тысяч евро. Сегодня пищевой лед биологически активный, он уже дороже 98-го бензина. Поэтому если мы будем сегодня перемещать и продавать лед дороже, чем 98-й бензин, больше, чем все нефтяные компании вместе взятые, то одна компания, которая будет заниматься пищевым байкальским льдом, эта компания будет по капитализации больше, чем все Бритиш Петролиум, Шеллы, Роснефти, Транснефти и так далее, и так далее, вместе взятые. Поэтому у нас есть на это бизнес-план, у нас есть на это расчеты. Мы как раз сегодня говорим, и я начинаю специальный расчет о тех наиболее значимых проектах, которые сегодня есть, исходя из того продукта, который никому в голову сегодня не приходит. Так вот, только одним этим проектом мы увеличим ВВП России больше, чем в два раза. Только одни проекты. А этих проектов будет не то, что десятки, их будут сотни, которые, ну я не могу сказать, что будут сопоставимы с такого рода проектом, но довольно-таки близки. Просто это наиболее сегодня яркий, показательный пример о том, что сегодня Байкал, который находится на удалении от центров промышленных и технологических, который находится в глубине российско-евразийского пространства, и который сегодня является аккумулятором возобновляемой воды, является нашим ресурсом. Это вот один из примеров, и я как раз хотел его четко показать. Более описание есть у Юницкого на сайте, то есть тот, кто может зайти, этот проект, то есть я это услышал еще 15 лет назад, есть описание, расчет, цифры и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что особенного в этом проекте? Это в том, что он нереализуем без технологии Skyway, без технологии Транснета, без коммуникаций, которые будут проходить через всю евразийскую территорию, и для того, чтобы лед из Байкала можно было доставить на восток, в Китай или в Азию, или на запад, в Европу, или так сказать, это... Как только начнет строиться такая сеть, как только появятся такие трассы, это становится абсолютно реальным, и миллиарды тонн, то есть не сегодня по Транссибу, по которому проходит сквозь территорию России 115 или 118 миллионов тонн, а будут перемещаться миллиарды тонн. И вот теперь еще раз на эту долю, которую вы посмотрите, которая сегодня перед вами над глазами, видите, сегодня это, я уже говорю, что это бочка со льдом, которая перемещается со скоростью 500 километров в час от Байкала, ну, допустим, в Саудовскую Аравию, в Арабские Эмираты, в Нью-Йорк, в Токио, ну, в общем, где надо иметь экологически чистый холод и экологически чистую воду. Но так как у нас это перемещение, и это очень выгодный бизнес, очень выгодный, потому что эта вода будет оплачиваться и будет очень серьезно, и таких модулей будет в день проходить сотни тысяч для того, чтобы перевести такое количество воды, так вот, если мы первые три метра этого модуля делаем отсеком перевозки пассажиров, и мы все равно ведем воду, то можно утверждать, что на евразийском пространстве, то есть туда, куда идет транспортировка воды, перевозка пассажиров может быть бесплатной, потому что если вы садитесь в эту бочку, а там у вас есть отсек первого класса, где вы можете спокойненько поспать, то вы будете перемещаться бесплатно туда, куда везут этот лед, но это фактически в любую точку мира. То есть с чем это можно сделать аналогию сегодняшней, исходя из младшего брата интернета? Что так как сегодня Skype является практически бесплатным приложением для тех, кто пользуется интернетом, то есть провайдеры или владельцы, кто владеют и передают большое количество информации, для личных пользователей могут предоставить условия общения в видеоконференциях, в видеосигналах. То есть это не говорит о том, что Skype ничего не стоит, просто за счет того, что идет огромный трафик информации, личными сообщениями можно пренебречь. Точно так же и Transnet. За счет того, что будут перемещаться только за счет воды миллиарды тонн, то соответственно, если при этом транзитом мы будем перемещать пассажиров, то ценой их проезда можно пренебречь. Поэтому так же, как трудно было 20 лет представить, что видеоконференции будут бесплатные для тех, кто ими пользуется, точно так же сейчас трудно представить, что переезд или перемещение по евразийскому пространству будет бесплатным за счет того, что мы будем перемещать большое количество пищевого льда, который востребован сегодняшней экономикой. И как раз, когда мы говорим, что мировой ВВП через 10-15 лет не просто удвоится, а утроится, это говорит о том, что будут вовлечены ряд ресурсов, которые сегодня не являются экономическим оборотом. То есть сегодня экономически получить прибыль из того, чтобы продать сибирский холод, а что такое сибирский холод? Это фактически космический холод, который замораживает воду и замораживает лед на нашей территории. Сегодня это ресурс, который мы не можем использовать. То есть мы не тратим энергию для того, чтобы заморозить, но на другой части земного шара тратится огромное количество энергии для того, чтобы получить тот продукт, который есть с другой стороны. Понимаете, да? Так вот, сегодня средства перебросить эту энергию с одной части земного шара в другую не существует. Как только появятся линии скоростной передачи, и когда вот такой модуль, который герметичный за счет просто изоляционных материалов, вот здесь нам очень здорово понадобится то, что делает Чубайс со своими нанотехнологиями, то есть когда эти модули будут абсолютно герметичны, и лед, который мы будем паковать на Байкале, будет за 20 часов перемещаться в любую точку земли с минимальными потерями, то есть нужен очень серьезный термос, вот тогда можно утверждать, что холод, который нам дала природа, который мы получили за счет того, что у нас особые экономические, экологические, географические условия, это станет превращаться в нашу заслугу. С чем это можно привести пример? Что шейхи, которые жили в Саудовской Аравии, ездили на своих верблюдах над океанами нефти, которые лежали под ним, они ни в коем случае не думали, что они настолько богаты, потому что не было двигателей внутреннего сгорания, которые могли при сжигании нефти и нефтепродуктов получать услугу, которая сегодня востребована цивилизацией. Как только мы поняли, что нефть это серьезный продукт, шейхи стали безумно богатыми людьми, и нефть, цена на нефть, цена на нефть и продукты сегодня определяющая и экономическая, и политическая форма воздействия на те или другие экономики. И наши американские партнеры сегодня угрожают нам, собственно, тем, что они снизят цену на нефть, и Российская Федерация будет задыхаться за счет того, что очень сильно зависит от нефти. Это действительно правда. Так вот, единственный выход сегодня у России, у евразийского пространства, это перейти на экономику нового уклада. Когда надо будет минимум энергии для перемещения, и мы получим принципиально новые продукты, которые сегодня есть. И вот как раз проект, о котором я рассказал, это наиболее значимый, наиболее показательный пример, когда то, что сегодня не является экономикой продукты, завтра может приносить колоссальные прибыли, превосходящие весь ВВП сегодняшней России. Понимаете? Но сегодня я вам сразу говорю, что кому-то это доказать, кому-то это сегодня обосновать, разговаривать даже с тем же академиком Глазиевым, который говорит о шестой технологическом укладе, я вам скажу, просто невозможно. Они все смотрят, то есть 15 лет назад, когда я начал говорить об такого рода проекте, соответственно, с Юницким, меня там многие люди стали считать за сумасшедшим. 15 лет прошло, и сегодня я говорю, что ребята, мы приступили сегодня к реализации этого проекта. Мы сегодня делаем капитализацию Skyway, мы сегодня вкладываем в технологию для того, чтобы показать, что это реально, а в сентябре мы уже зарегистрировали компанию, которая будет называться Байкал Айстранснет, то есть это байкальский лед и, соответственно, транспортная сеть. И дальше мы вам, как инвесторам, будем предлагать приходить, кто верит в этот проект, кто не верит, может не приходить. Нам в этом плане абсолютно люди, которым это неинтересно, не нужны. Но тот, кто поймет, что это интересно, тот, кто поймет, что это может принести прибыль, тот, кто поймет, что за этим стоит большая наука и большой ум, тот первый придет. И так же, как мы сегодня предлагаем акции с большим дисконтом, точно так же мы будем предлагать акции компании, которая будет реализовывать этот проект. И, соответственно, эти деньги мы будем вкладывать в развитие этого проекта, написание бизнес-планов, расчеты, потом выкуп земли и так далее, и так далее. Начнется капитализация. И как только это станет реальным, поверьте, что количество инвесторов в этот проект, я думаю, будет стоять очень-очень большая очередь. И как раз ту инвест-проводящую систему, которую мы сегодня с вами создаем, мы вам будем давать право участвовать первыми в такого рода проектах. Мы вам будем их рассказывать. Это будет, собственно, и заключаться наши вебинары, когда мы будем рассказывать. То есть до этого я рассказывал о транснете, о проектах, о возможностях. Анатолий Дуарович Юницкий показывал струны, рвется, не рвется и так далее, и так далее. А сейчас мы начинаем говорить практическое применение. Что одна такая компания позволит изменить весь экономический уклад евразийского пространства. И еще раз повторюсь, это только одна компания, а их сотни. То есть таких вот рода бриллиантов, потому что это действительно бриллиант мировой экономики. Это бриллиант евразийского пространства. Таких проектов, ну, сопоставимые с ним есть, но таких по масштабам, таких по возможности, конечно, больше не имеется. И мы как раз благодаря вам будем предлагать и говорим, что кто хочет, кто верит, может приобретать акции. Но это будет только в сентябре. До сентября реализацию и предлагать такого рода проекты мы не будем. Объясняю почему. Сначала мы сейчас собираем и делаем средства для того, чтобы показать реальность самой технологии. И как только мы приступим уже к строительству и к проектированию собственно самого демонстрационного полигона, когда то, что вы сейчас видите, на картинке, через три года будет реальностью, через два года мы будем показывать фрагменты, а через год мы приступим к строительству, вот тогда мы приступим, тогда мы начнем реализовать такого рода проекты, как сейчас я рассказал. Так, ну у меня по планам было, так, про капитализацию я вам рассказал. То есть теперь понятно, да, из чего будет складываться капитализация Евразия, Рейн, Скайвей. Потому что по своей сути она будет ройалти по расчетам не менее 2,5% вот в этом байкальском проекте, вообще во всех проектах, которые будут строиться с технологией Скайвей. И за счет этого только из расчета 2,5% складывается так капитализация, которая будет, ну, которая сегодня оценена в 136 миллиардов фунтов. Так вот, я вам могу сказать, это самый минимум, который оценщики приняли для расчета капитализации. Потому что будут ряд проектов, вот мы планируем, что такой проект, как Байкал, такой проект, как там Север Якутии, мы будем реализовывать с помощью вас, как инвесторов, 100% сами. И вы будете являться акционером не только компании, но еще и такого рода проектов. То есть, естественно, так как у нас есть право первой ночи, и, соответственно, мы первые, кто реализуем такого рода проекты, то, естественно, мы будем предлагать и делать компании, и инвестировать с них через свою инвестпроводящую систему. Поэтому капитализация компании, которую мы сегодня называем, это, наверное, начальная капитализация, которую мы предполагаем. Так, ну вот, смотрите, я хотел рассказать еще об одном проекте, не менее важном, но который тоже перевернет весь рынок сегодня металла. Это редкоземельные металлы, которые находятся на севере Якутии. Это так называемое месторожение Тамтор. Но смотрите, как мы уже лимит времени превосходим, поэтому если терпение есть, то, в принципе, я 10-15 минут могу вашего времени оторвать. Если на следующий вебинар, то будем, так сказать, переходить на следующий. То есть, как рассказываем, двигаемся дальше, да? То есть, голосование не будем проводить, да? То есть, двигаемся дальше, да? Ну, видите, значит, я все-таки, наверное, вас не утомил на сегодняшний момент. Вот. Значит, естественно, что с Байкал Айс компанией сравниться ничего не может. Это будет мировым лидером, и, соответственно, такого рода проектов их вообще мало во всей, ну, скажем, там, экономическом пространстве, которое есть. Он складывается из того, что экология ухудшается, что инертные газы для получения холода и так далее, и так далее. То есть, я вам уже как бы там рассказал, что это уникальные возможности. И только при наложении транспортной технологии этот проект станет реализуемый, и, соответственно, евразийское пространство, и Россия просто за счет этого проекта удвоит, реально там даже, наверное, утроит свой ВВП. Вот. Теперь еще один проект, который тоже тянет на ВВП России. То есть, эту картинку я сейчас убираю. То есть, вы еще раз на нее посмотрели. Вот. Она мне очень нравится, потому что в ней сидит еще один ВВП. Ну, про это я буду рассказывать. Я его просто обозначу, что... То есть, мы с вами увидели, что это уже пассажирский модуль на 20 пассажиров, у каждого, который купе первого класса, то есть, индивидуально, он перемещается. И либо это минимальная цена, там, я не знаю, 500 рублей из Москвы в Владивосток. Вот. Либо, если, когда заработает проект Байкальской воды, то перевозка будет бесплатно. Вот. Но это, естественно, кто идет в рейсовый. Тот, кто едет в личном там, и у кого там стоит джакузи, своя комната и так далее, ему, конечно, придется платить за проезд. А тот, кто будет ездить рейсовыми, со льдом за спиной, тот, естественно, платить за это не будет. Значит, теперь это может быть индивидуальным модулем, то есть, где у вас там рабочий кабинет, спальня своя, там, и так далее, и так далее. И основной вопрос, вот, который сейчас еще тянет на один ВВП России, это 3 метра в ширину, 9 метров в длину, это 27 квадратных метров, а это довольно-таки много, гостиничный номер. То есть, собственно, это, находясь в таком модуле со скоростью 500 километров в час, вы можете из любой точки земли, в любую точку земли перемещаться в очень комфортных условиях. То есть, если вы на таком модуле приехали на Байкал, то вам не нужна гостиница, вам не нужна эта, вы просто на стоянку, на инфраструктуру встали, вас подключили к теплу, к воде, для того, чтобы вы могли спокойненько жить комфортно в своем модуле. И таким образом это превращается в индивидуальный гостиничный номер. То есть, вопрос о том, что жить в сети, если сегодня это абстрактное утверждение для нашего младшего брата интернета, то жить в сети, в транснете станет абсолютно реальным. То есть, вот такие вот мобильные дома и мобильные офисы и мобильные гостиницы станет абсолютно реальностью. Почему это очень важно? Значит, сегодня после интернета вторая мировая отрасль по капитализации это туризм. Туризм также сегодня приближается примерно к 8 триллионам долларов сегодня, мировой туризм. То есть, это все перемещения, гостиницы и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если мы делаем сеть транснет и сегодня основной туризм это ландшафтный туризм. То есть, если вы живете в Москве, то мало кто хочет сегодня приехать на выходные в Нью-Йорк. Ну, можно там один раз побывать, посмотреть, так сказать, на эти джунгли, посмотреть, как эти муравьи бегают, еще это самое. Но в основном люди все-таки хотят приехать на природу, хотят покупаться в море, хотят покупаться в Байкале, хотят половить рыбу, хотят пожить в нетронутой природе и вернуться обратно. Так вот, Российская Федерация, Евразийское пространство, по сути дела, это последний островок, нетронутый в природу у нас на земле. То есть, это можно сравнить, наверное, такое же есть еще где-нибудь в пойме Амазонки, то есть в Боливии, в Бразилии, больше нетронутых мест практически нет. Так вот, ландшафтный туризм, то есть миллионы, сотни миллионов туристов, которые будут перемещаться по такого роду сети, будут приезжать, то есть станет абсолютно реальным на выходные съездить, допустим, из Москвы на Байкал, прожить 2-3 дня на Байкале и вернуться обратно, потому что 500 км в час, 8 часов, пока вы спите, соответственно, завтрак, ужин, позволяет перемещаться практически в любую точку пространства. А с учетом, что это очень недорого, соответственно, это становится целой отраслью и, соответственно, сопутствующей отраслью. Потому что туда, куда вы приехали, должна быть инфраструктура с национальной кухней, с национальными поделками и так далее, и так далее, и так далее. То есть доля туризма в ВВП России, то есть у меня есть такая табличка, насчет которого мы спорим с академиком Глазиевым, когда мы описываем структуру ВВП через 10 лет, то, естественно, она абсолютно отличается, потому что на первом месте в ней будет транспорт и транспортная отрасль, соответственно, вторая это транспортировка воды, а третья это туризм. Естественно, что ни один из этих пунктов у академика Глазиева просто быть не может, потому что он не признает технологию Skyway. Он говорит, что шестой технологический уклад это нано- и биотехнологии. То есть мы там будем чего-то био- каких-то роботов выращивать, а Чубайс нам будет делать нано-продукцию, за счет которого мы будем увеличивать ВВП. Так вот, наше утверждение, что в первых трех позициях они абсолютно ошибаются. Соответственно, ценность прогноза, который они... А с академиком Глазиевым у нас свои разговоры, потому что в 90-м году, когда он сделал прогноз развития Советского Союза, он не учел одну отрасль, которая на тот момент начала развиваться. Это, собственно, пятый технологический уклад интернета и информационной технологии. Поэтому сейчас, когда он делает прогноз на шестой технологический уклад, он опять не учитывает основной, скажем так, основную отрасль, которая будет развиваться на ближайшие 20-30 лет. Но это, как говорится, бог ему судья, и, как говорится, ученые для того и существуют, для того, чтобы между собой спорить. Так вот, я вам еще одну отрасль, которую показал, которая даст еще один ВВП сегодняшний, это туризм. То есть, когда можно будет за, допустим, один отпуск или за 10 дней сделать кругосветное путешествие вокруг Земли, побывать во всех значимых точках мира. Там побывать за дни выходные, допустим, на Таймыре. А, кстати, про Таймыр вот я сейчас что вспомнил, что Байкал – это наш не единственная кладовая, потому что чуть выше на Таймыре. Это такое же уникальное озеро, с таким же льдом, с такой же водой, с такими же залежами, но там 9 месяцев в году холодно, и там вот эта составляющая энергетическая в виде холода будет еще выше. Поэтому наши такие основные точки – это не только Байкал, это еще и Таймыр. Так вот, за счет туризма можно будет перемещаться в Сибири, Таймыр, Тайга наша нетронутая. И как раз за счет того, что мы делаем инфраструктуру, перемещаясь в которой не надо строить дорогостоящие гостиницы, не надо вести энергетику, не надо делать очистные сооружения. То есть, модуль, который туда приезжает, это, соответственно, вся туристическая инфраструктура, которая нужна. И поэтому мы можем в любом месте делать абсолютно новую туристическую инфраструктуру. И туда поедут десятки из сотен миллионов дней. Поэтому вот эта туристическая инфраструктура – это еще один большой такой кусок, большой пласт, скажем там, экономики буквально нашего ближайшего будущего, который позволит утверждать, что евразийское пространство – это мировой лидер экономического роста и мировой лидер экономики. Ну и в завершение как раз то, что сейчас, чтобы совсем вернуться на землю и четко показать вам проект, который абсолютно на сегодняшний момент реальный, и который пытаются в последние, наверное, уже лет 60, еще, наверное, со времен Лаврентия Павловича Берия. Вот. Это… Сергей, то, что я показываю сейчас, мышкой это не видно, да? Ну вот смотрите, вот карта России, которая вам показана сейчас. Значит, вот представьте, вот Байкал, видите внизу, да? А вот выше от Байкала, практически до Ледовитого океана идет дорога, вот она идет чуть левее, чуть правее вдоль гряды. Вот кто Якутию представляет, посмотрите вдоль гряды. Сейчас я ее попробую. А, вот это увеличить, это у меня сейчас увеличится, да? Вот. Она тоже увеличивается, да, на экранах сейчас. Видят, да? Значит, вот смотрите, вот я сейчас увеличил Якутию, и как раз вот то место, которое я сейчас вывожу на экран. Это там вот где Жиганск, город вот где Якутск, вот посмотрите, вот очень вот это место, и вот дорога, которая идет от Якутска вверх к Ледовитому океану. То не доходя 270 километров до Ледовитого океана, вверх, вот находится месторождение Тамтор. Это уникальное в мире месторождение редкоземельных металлов. О нем известно давно, сегодня мировой лидер, тот, кто контролирует рынок редкоземельных металлов, это Китай, который сегодня добывает там, у него руды, которые содержат примерно до 100 грамм необия, на необия, этот как раз один из ценнейших редкоземельных металлов, и сегодня китайцы продают только сталь, легированную необием, там, депутсам, американцам, и так далее, и не продают необий. Весь рынок необия сегодня это 80 тысяч тонн в год. Значит, что такое необий? Значит, если добавить 100 грамм необия на тонну, то газовая труба будет служить 100 лет и будет в два раза легче. Если добавить 100 грамм в металл, из которого делается автомобиль, то автомобиль будет на треть легче и практически не будет ржаветь. Если его добавить в строительную арматуру, то арматура будет на порядок прочнее, на порядок проще, на порядок дешевле. Но сегодня такое количество необия в мировой экономике нет. Редкоземельные металлы, еще раз говорю, они являются только сегодня Китаем. Так вот, месторождение, которое называется Тамтор, оно содержит количество необия, ну а там и вся редкоземельная группа, такое, что мы позволим увеличить рынок редкоземельных металлов с 80 до 800 тысяч тонн, то есть на порядок, то есть, соответственно, контролировать этот рынок. И мы можем вывести не только необия, но и вывести всю остальную группу редкоземельных металлов, каждая из которых европей, цирконий, каждая из которых меняет качество металла и материала порядок. Так вот, одна компания, то есть, если мы построим вот эту дорогу, а ее можно построить за 4 месяца, инвестиции будут там порядка 2-2,5 миллиарда долларов, так вот, окупаемость этого проекта всего полгода. То есть, через полгода мы привезем такое количество руды, а чтобы было понятно, там, если китайцы добывают 100 грамм на тонну, то там необия лежит порядка там от 1,5 до 15 килограмм этого металла на тонну. Но в чем нюанс? Значит, это месторождение находится на полюсе холода, там зимой минус 73 градуса. То есть, никакая железная дорога, никакая автомобильная дорога по зимнику там быть построена не может, потому что как только наступает тепло, а там 3 месяца тепло, то вся железная дорога просто тонет в этом болоте, который находится почти 500 километров на подходе к этому месторождению. При Лавренке Палыче разрабатывалась система, как грузить дирижаблями, потом пытались возить зимником до Ледовитого океана, до Тикси и там грузить на ледоколы. Но вся эта идея, в общем-то, на сегодняшний момент технически нереализуема, потому что льды не позволяют круглогодично ходить ледоколом. Затраты такие, что сегодня выгоднее не добывать, чем строить и разрабатывать это месторождение. Так вот, как только мы делаем струнную технологию точечного опирания, которая в вечной мерзлоте строится еще дешевле, чем в обычных грунтах, то мы можем этот проект реализовать в течение года. То есть, вот это вот Томтор Карго Трансвет, то есть компания, которая будет разрабатывать, также нами сейчас прорабатывается. У нас есть бизнес-план, мы, собственно, уже зарегистрировали в Лондоне такую компанию, и то же самое мы будем выводить осенью такого рода проект. И в чем будет заключаться? Это не то, что мы завтра пойдем строить. Для этого надо получить лицензии у правительства, для этого надо получить землеотводы и так далее, и так далее, и так далее. Но мы будем предлагать такого рода проекта. Мы говорим, что есть бизнес-план, есть компания, есть инвесторы, есть наши инвесторы внутренние, есть внешние инвесторы, которые при одном упоминании, что рынок редкоземельных металлов сейчас будет бурно развиваться, и вся металлургическая отрасль в мире будет совершать очень серьезную революцию. Так что я могу сказать, желающих поучаствовать в этом проекте будет более чем достаточно. На сегодняшний момент он технически не реализуем. Невозможно туда прийти технологии, которые позволят круглогодично, дешево добывать, вывозить руду, а потом, соответственно, добывать из нее редкоземельную группу. Так вот, технология Skyway позволяет это сделать не просто дешевле, чем перемещение в обычных широтах, там, где не холодно и там, где обычные грунты, а она позволяет этот проект сделать еще более дешевым, чем в средних широтах. Так вот, этот проект по капитализации будет примерно в три раза больше, чем сегодняшний Газпром. В три раза. Потому что потребность в редкоземельных металлах сегодня просто колоссальная в мировой экономике. И это вот еще один наглядный пример, когда только одним проектом, одной трассой мы сегодня можем сказать, что сегодня газ в нашем ВВП это не основная составляющая.